Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы с вами опять оказались в VR-пространстве. Просто сегодня я хотел сделать скринкаст о том, как правильно расставлять свет при съемке на мобильный телефон. Сразу скажу, что это в некотором смысле оксиуморон. Съемка на мобильный телефон и расстановка света. Но об этом чуть позже. Виртуальное пространство, потому что... Ну а что показывать классическим скринкастом? Скринкаст это съемка экрана, поэтому у нас тут комната, у нас тут свет. И, в общем, сразу с места в карьер. Сейчас за мной хромакей. Так я снимаю себя, когда снимаю на хромакей. Когда снимают на хромакей, главное, чтобы не было теней. В принципе, хорошо бы иметь много приборов и рисовать человека, но если у вас нет приборов, об этом мы поговорим, сколько могут стоить приборы и будут ли они у вас когда-нибудь. Поэтому хотя бы два. Два их обычно ставят ровно вот так и они просто заливают человека, чтобы за человеком не было тени, потому что тени потом не вырежешь. Но у меня все немножечко по-другому. Они тоже стоят примерно на одном расстоянии, но этот прибор яркий. Этот прибор достаточно слабый. Он стоит больше фронтально. То есть, он, в общем-то, заливает всю площадь, а этот рисует. То есть, ну, основное, одно из основных или, скорее всего, основное, что нужно сказать, когда мы говорим о свете, да, и о съемке, о том, что картинка не должна быть плоской. То есть, собственно, как появился свет, когда появился свет и почему появился свет. Потому что люди снимали на камеры с пленкой. Пленка обладает низкой светочувствительностью. Соответственно, нужно было залить все как можно большим количеством света. Но если заливать все прямо, то есть, ну, просто залить всю площадку, то предметы пропадают, они становятся неинтересными и некрасивыми. Поэтому начали появляться какие-то схемы, такие, ну, чтобы было покрасивее. И, собственно, начали появляться приборы и так далее. Вот сейчас я вам покажу. Здесь вообще будет сейчас периодически что-то появляться. Классическая схема расстановки света. То есть, собственно, вот он заливает. Есть заливающий свет, который заливает всю площадку. Вот. Есть рисующий свет, который уже прорисовывает какие-то детали. Да, то есть, ну, чтобы предмет становился более-менее красивым. Есть еще моделирующий свет. Моделирующий, он вообще вырезает какой-то отдельный участок. Что-то, на чем нужно акцентировать внимание. То есть, там, ну, вот у Калатозова, например, вот, если вы посмотрите, там летят журавли, он часто такие вот то на глаз, то на нос, то куда-нибудь на щеку дает такой прям поток света, чтобы его выделить. Есть, собственно, контровой свет и есть фоновый. Контровой свет ставят за человеком или за предметом. И он светит, его сам прибор не должно быть видно, но он очерчивает контур. Да, то есть, человек прорисовывается, отрезается от фона. И, собственно, фоновый, который дают на фон, ну, это чаще всего для фотосъемки, для студийной фотосъемки, чтобы фон был не равномерным, а каким-то там прорисованным на красивом. Вот схема 5 приборов. 5 приборов стоят примерно, ну, миллион, да, студийные вот эти, студийные приборы стоят миллион. Вообще, один прибор, там, ну, самый дешевый, но самый дешевый из приемлемых, это 50, ну, там, 50 тысяч, да, додолай стоит. Например, дедики, на них работают телевизоры, только один из самых известных, они хорошие, 50 минимум, да, и потом начинает, соответственно, цена. Вот у меня такой возникает вопрос. Если у вас есть миллион на покупку света, почему вы снимаете на мобильный телефон? А если у вас нет миллиона на покупку света, то, может быть, не стоит думать о том, что нужно ставить 5 приборов, может, вообще не стоит задумываться о покупке света. Если у вас есть даже лишние 50 тысяч на додолайт, на один, который вообще не решит проблему абсолютно, то, может быть, лучше купить камеру? Вот почему Аксимарон и мобильный телефон, потому что свет – это дорого, свет – это профессионально, свет – это тяжело. На площадке люди, на площадке человек, который занимает светом, их называют светики, и они профессионалы. Однажды в моей жизни всего раз было 5 приборов, мы взяли 5 додолайт, делали какое-то, ну, большое интервью, и мы, честно говоря, не понимали, как их расставить. Вот, поэтому, скорее всего, в первую очередь вам нужно думать о композиции кадра, о драматургии и так далее, если вы снимаете на мобильный телефон. Но все-таки что-то, что-то, ну, какие-то, какой-то минимум, да? Причем свет нужен, скорее всего, только при записи интервью. Репортажная съемка невозможна со светом, потому что человек передвигается, люди передвигаются, вы просто не сможете переставлять приборы. Постановочная, скорее всего, не снимается на мобильный телефон, только интервью. На интервью вам, в принципе, нужен один прибор. То есть, смысл такой, вы ставите человека, сажаете человека, ставите человека, смотрите, откуда идет естественный источник света, окно и так далее, ставите его или сажаете как-то, чтобы естественный источник его прорисовывал. То есть, ну, как бы, основная история в том, чтобы не залить человека, собственно, поэтому появились пять приборов, что когда заливали, делали в ванной, все растворяло, все становилось плоским и неинтересно. Вот ставите человека так, чтобы как-то он прорисовывал, чаще всего пол лица, да? Это стандартная история, что где-то по лицу, вот. И ставите прибор для того, чтобы либо подчеркнуть это, если подчеркивается, да? То есть, добавить света еще на засвеченное, чтобы тени стали еще более выпуклыми и красивыми, либо, наоборот, ставите его дальше, если у вас прибор с диммером, сейчас я расскажу про диммеры, ставите дальше и заливаете тени, да? Если тени сильно выпуклые, ну, тут нужно смотреть по ситуации. Вот. Вот с хромакеем, да, в данном случае теней нет. Этот заливает, не знаю, я не вижу себя сейчас со стороны, но, в принципе, вот этот должен, тут должна быть небольшая тень, а здесь должно было быть, должно быть светлее. Теней нет и есть какой-то рисунок на лице. Приборы, вот. Вот. Я сказал, дедолайк стоит 50 тысяч, строительный фонарь стоит 300-400 рублей. У меня 500-ваттный фонарь, какой-то там навигатор. В общем, неважно какой. Если ставить его через зонтик, неважно, отражающий, на просвет, но, мне кажется, лучше отражающий. Зонтик, ну, обычный зонтик фотографический, то есть, да, тут черный, тут белый, там даже серебрянка есть внутри, но есть она или нет, неважно. Вот. Если ставить... Прямо нельзя ставить фонарь, потому что, естественно, это не источник света, его нельзя назвать прибором. Вот. Если ставить через зонтик, на отражение он, в принципе, нормально достаточно отражает. 500, 400, ну, там, скажем, 400, 400. Единственная стойка. Стойка хорошая Манфрота. Она хороша тем, что она короткая, она собирается вот в такую буквально, она очень легкая. Ну, для маленького света не нужно больше. Вот эта стойка. Я ее покупал через интернет, я ее не смотрел. Она собирается, ну, у нее сегменты гораздо больше, она тяжелая. Вот. И она собирается в такую уже, ну, в такую штуковину. Она здорова, непонятно зачем. Стойка дорогая. Манфрота стоит там тысячи четыре, это может быть дешевле, это стоит там три или две, но стойка нужна, к сожалению, без стойки вы не сможете обходиться. Это совсем для дома, если у вас совсем нет денег. Это... Апутур, как это называется. Апуча, я не знаю, как это произнести, но он, собственно, я думаю, что он один, единственный, их, наверное, не так много. Лед-панель, да? Лед-панель, у нее есть аккумуляторы, то есть вы снимаете на улице, аккумуляторов хватает, надо сказать, надолго. Есть диммер, то есть регулировка мощности, да, слабее, сильнее, отлично, диммер работает. И есть регулировка световой температуры, теплая, холодная. Холодная, это если вы снимаете на улице, соответственно, ну, естественный источник освещения, скажем, в холодный день, да, он синий, и вам, соответственно, нужно синим же рисовать, подсвечивать. Вот, если вы снимаете дома, лампа накаливания, соответственно, стоит и желтый. Хорошая штука, стоит рублей 14, примерно. Вот, хорошо заливает. Итак, что нужно? Нужно в каком-то смысле, то есть, когда мне сказали, что нужно сделать этот скринкаст, я подумал, наверное, его лучше не делать. Потому что, ну, какой свет? Ну, какой мобильный телефонный свет? А потом подумал, что надо сделать просто для того, чтобы сказать, что свет – это вещь, о которой нужно думать в последнюю очередь. О приборах, о расстановке света и так далее. Есть классическая схема, можете ее подрезать, конечно, какие-то вещи, да. Там, контровой свет часто нужен. Если вдруг так случится, что у вас окажутся два прибора, такое может быть, я надеюсь, что такое может произойти, то, в принципе, я считаю, что лучше ставить, если у вас два источника, лучше ставить контровой. Вот. Сделал посветлее, я себя, опять же, не вижу. Ну, ставлю наугад, да. Ну, то есть, соответственно, камера не должна видеть сам источник, то есть, он загораживается как человеком. Надо было, чтобы он стоял подальше, чтобы иметь это расстояние. Контровой какой-то рисующий, да, то есть, тоже, соответственно, вы ставите, не заполняете, да, то есть, не заливаете всего человека. Вот. Оставить как-то вот так, чтобы он там, ну, под 45 градусов, да, условно, чтобы он как-то прорисовывал. Смотрите, я, еще раз, я не вижу, что сейчас происходит. И вообще, когда ставить свет, конечно, надо смотреть. Это сложно смотреть на свет, потому что там нужно смотреть с прищуром, как художники смотрят. То есть, они вот ловят эти световые пятна и какую-то пластику, да, которая есть на человеке. Когда ты просто снимаешь, когда ты не умеешь это делать, когда ты не видишь этой, ну, игры света-тени, то, скорее всего, получится плохо. И еще и поэтому про свет нужно думать в последнюю очередь, что, ну, к сожалению, такая вещь сложная и, скорее, для профессионалов. И поэтому при естественном источнике освещения, чаще всего, снимая при естественном источнике освещения, получается красивее, чем если вы ставите приборы, и даже вы поставите пять приборов. Сразу, скорее всего, у вас получится хуже. Естественно, рисуют гораздо лучше, чаще всего. Вот. Но вот в целом, если вы пишете интервью, один источник за спиной, контровой свет отрезает один источник под 45 градусов, чтобы он как-то рисовал. И, собственно, все. Единственное, почему еще зашел разговор, еще почему я решил все-таки сделать этот скринкаст, потому что, к сожалению, у телефонов очень маленькая матрица. Свет появился, когда начали снимать на пленку, потому что пленки не хватало света. Потом начали появляться фотоаппараты, у них раздвигалась матрица, все шире и шире, свету нужно было все меньше. 5D Mark III снимает в темноте совершенно спокойно, не зернит. Собственно, я снимал 3 или 4 года, не задумываясь о свете вообще. То есть я только ловил, естественно, источники освещения, ну, смотрел, куда посадить или поставить человек. Потому что, если человек двигается, то, соответственно, там уж не до жиру, там просто бегаешь за ним и все. Соответственно, матрица большая, свет ловит хорошо, а потом появились мобильные телефоны, которые люди тоже хотят снимать. Кстати, хромакей режется на мобильные телефоны. Был вопрос, типа, у меня нет денег на 5D Mark III, а я хочу снимать на хромакее. Ну, снимайте на телефон. Режется плохо, но режется. Будут артефакты, но в целом нормально. Появились мобильные телефоны, люди начали снимать на мобильные телефоны, а мобильным телефоном уже не хватает света. Чем меньше света, тем больше зерна. А недостаток, кстати, у этого, то, что мобильные телефоны, там нельзя ни диафрагму, ни выдержку поменять. И вот я не знаю, какой я сейчас, но я смотрел, когда... Ну, сначала я включил, посмотрел себя, и я там горел. Ну, то есть засвеченные, пересвеченные участки, это тоже плохо, да? То есть недосвет плохо, но и пересвет такой, горящий человек. Вот. Поэтому, соответственно, вот. Не знаю, насколько я вас убедил, что свет не так важен, как вам может показаться. Ну, раз вы включили этот скринкаст, раз вы начали его смотреть, значит, вы решили, что свет вам просто необходим. Нет, в первую очередь, вам необходима композиция кадра, какая-то драматургия, понятие монтажа, представление о том, что нужно снять, чтобы это потом смонтировалось. Ну, и потом уже, если вдруг у вас будут лишние деньги, вам, конечно, нужен свет. Ну, еще раз я говорю, 150-200 тысяч. Ну, это минимум, да, такой. Ну, вообще миллион. А так, ну, 150-200 тысяч можно справить. Ну, ладно, 100 тысяч можно справить. В принципе, 5 приборов, там, из серии LED-иками что-то выставить и так далее. Все, любите друг друга, подписывайтесь на наш канал, снимайте на мобильные телефоны, не зирая на то, что у вас нет света. А если вдруг появится свет, то... Ну, то... То пусть вам повезет, и вы его поставите правильно. Все, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, расширивайте видео. Ну и все.